Хранители древних традиций, патриоты своей страны. Их лозунг – за веру, за отчизну. В этом году славянские казаки отметили 30 лет со дня создания районного казачьего общества. Об истории возрождения казачества, о днях сегодняшних и о планах на будущее смотрите в нашем следующем материале выпуска. Нынешнее казачество – это реальная общественная сила, активно участвующая в жизни страны. Казаки охраняют границы, принимают участие в охране общественного порядка. Казачьи дружины участвуют в мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, занимаются воспитанием подрастающего поколения, оказывают помощь жителям во время чрезвычайных ситуаций. За 30 лет существования казачьего общества было сделано немало, но впереди большие планы. И прежде всего – это воспитание подрастающего поколения в духе любви к своей родине. Одна из важнейших задач – это воспитание подрастающего поколения. Потому что молодежь – это как тесто сырое, как слепишь, так и такое будет. И вот мы должны лепить здоровый, твердый, вкусный калач, то есть растить в духе патриотизма, любви к родине. Возрождение казачества в крае и районе начиналось в 90-е годы. Благодаря целеустремленности, верности казачьим традициям и поддержке власти удалось укрепить казачий дух. Сегодня в рядах районного казачьего общества служит около 2000 казаков. Организовано 16 казачьих обществ, которые активно участвуют в общественной и политической жизни государства, став его опорой и поддержкой. Вместе с районной властью вы, уважаемые казаки, решаете важные задачи по охране общественного порядка и мирной жизни славянцев. Занимаетесь военно-патриотическим воспитанием молодежи на лучших примерах своих созидательных дел. Таких, как охрана границы нашей страны, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, строительство храмов и многое-многое другое. Для юных славянцев вы проводите ежегодные казачьи игры и смотры казачьей молодежи. Общаетесь, как мудрые наставники, с учащимися казачьей школы. Искренне вам за это спасибо. От всей души я поздравляю всех присутствующих с 30-летием деятельности районного казачьего общества. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, успехов и всего самого-самого доброго. Спасибо. Районное казачье общество – одно из лучших в Таманском отделе кубанского казачьего войска. Многие инициативы, с которыми выступали славянские казаки, были взяты на вооружение кубанским казачьим войскам. Наш район был в числе первых, где стали открываться казачьи школы и казачьи классы. Одним из основных направлений деятельности казачьих обществ стало военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи. Подготовка юношей в службе вооруженных силах Российской Федерации. В населенных пунктах района создаются и действуют казачьи клубы и классы. В них воспитываются, воспитанники осваивают историю и культуру кубанского казачества. Славянцы стали родоначальниками детско-юношко-спортивных казачьих игр, которые переросли в традиционные и проводятся кубанским казачьим войскам ежегодно. Славянские казаки и в дальнейшем будут продолжать работать в том же режиме и с той же самодачи, пообещал атаман славянского казачьего общества Александр Семко. Планы на этот год – развивать казачье общество и постараться привлечь в него как можно больше молодых и активных казачат. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ На торжественном сборе поошлили казаков, внесших большой личный вклад в дело становления казачества, активное участие в возрождении и сохранении казачьих традиций, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Казакам были вручены нагрудные кресты и благодарности атамана кубанского казачьего войска. Самые активные казаки также были отмечены почетными грамотами главы района. Получая награду, каждый казак благодарил словами «Служа казачеству Кубани, служу Великой России и православной вере». Лучшие творческие коллективы района поздравили славянских казаков с юбилеем, подготовив для них концерт. ПЕСНЯ 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 Анна Моностренко, Георгий Каринин. Программа «События».